Приветствую, друзья. Украинская регулярная армия на тяжелой технике прорвалась на территорию России. Они зашли вглубь страны на 15-20 километров в Курской области, заняли 350 квадратных километров территории, включая десяток населенных пунктов, райцентр, суджа и газораспределительную станцию, через которую российский газ идет в Европу. Это было настолько неожиданно, что с российской стороны их некому было встречать. Не было ни артиллерийских, ни танковых подразделений. Все было отправлено в Украину. Удар пришелся по срочникам, теробороне, пограничникам, которые были, конечно, не готовы к подобным столкновениям. При этом ВСУ используют тактику информационной тишины, из чего до сегодняшнего дня непонятен масштаб происходящего. Есть погибшие среди мирных жителей и военнослужащих. Несколько десятков российских военных попали в плен. С обеих сторон есть потери в боевой технике. Город суджа подвергался обстрелу и теперь выглядит, как десятки и сотни украинских городов по другую сторону границы и линии фронта. Думал ли кто-то о таких последствиях, когда 24 февраля 2022 года Путин объявлял о начале специальной военной операции? Силы есть, ума не надо. Всем нормальным людям с первого дня было понятно, что это полноценная война. Что название СВО придумано, чтобы успокоить людей, заболтать и спрятать тот факт, что именем нашей страны развязана бессмысленная и агрессивная война. Но когда начинаешь врать своей стране, то сам покупаешься на свою неправду. Почему вообще стал возможным прорыв украинской армии в Курской области? А никто не готовился к тому, что украинцы могут провести наступательную операцию на российской территории. Путин и его генералы ведь ведут СВО, а не войну. На СВО противник не имеет права наступать и переходить на чужую территорию. Поэтому в Курской области были части, сформированные солдат-срочников и кадыровцы из Ахмата. Срочники, которые не должны принимать участие в боевых действиях, погибали или попадали в плен. Но а кадыровские тикток войска применили свою излюбленную тактику, рассредоточились по местности. Проще говоря, сбежали. Ахмат может бесстрашно воевать с беззащитной железной дорогой, ведь шпалы и рельсы редко когда стреляют в ответ. А когда есть вооруженный противник, да еще и умеющий воевать, то тут лучше сбежать от греха подальше. Тем более это же не война, не сражение даже, а просто провокация киевского режима. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ну, раз это просто провокация, то и реагировать надо соответствующий. Путин назначил гражданскую вице-премьера Мантурова координировать помощь пострадавших. Мантуров пообещал выделить 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей Курской области. Все рутинно, спокойно, как будто обсуждается просто сильный паводок, но вообще-то это не дежурное природное явление районного масштаба. Так-то последний раз регулярная армия другого государства прорывалась на территорию страны в Великую Отечественную. Только тогда это была агрессивная война, развязанная оплоумевшим диктатором из Германии. А теперь? Впрочем, теперь тоже оплоумевшим, только уже российским. Прорыв украинской армии в Курской области – это беспрецедентное явление в рамках развязанной Путиным войны. Да, были диверсионные рейды в Белгородскую и Брянскую области. Были дроны, которые долетали даже до Москвы. Каждый день горят нефтехранилища и прочие инфраструктурные объекты. Поэтому говорить, что с атакой на Курскую область война пришла в Россию – это неправда. Война пришла в Россию 24 февраля 2022 года. Именно тогда пошли в страну первые гробы. Но полномасштабные армейские столкновения действительно пришли на территорию России только в августе 2024. Первый раз на территорию России организовано зашли не добровольческие подразделения, а регулярные части ВСУ с танками, артиллерии, ПВО и авиации. Первый раз это не диверсионная или информационная операция, а захват и взятие под контроль населенных пунктов, включая райцентр. Первый раз звучат в информационных сводках слова, что украинские войска контролируют около 350 квадратных километров территории Российской Федерации. И все, в общем-то, понимают и признают беспрецедентный характер этого события. Все, кроме Путина. Он не может это признать, потому что иначе все его вранье про СВО посыпется к чертям. Какие там якобы цели у СВО? Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Точно эти. Потому что сейчас запинающийся глава генштаба Герасимов обещает Путину решить совершенно другие задачи. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Почувствуйте разницу. Два с половиной года назад думали взять Киев за три дня, а теперь работают над задачей выхода к государственным границам. Война преподносилась как ограниченная спецоперация на чужой территории силами профессиональных военных. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. А сейчас в Курской области, на территории России, гибнут солдаты-срочники, а тысячи семей в панике бегут из своих домов. За последние полгода Путин пересажал или отправил в отставку значительную часть руководства Министерства обороны, которое и раньше руководил Шойгу. Новый министр Белоусов пришел под лозунгами борьбы с коррупцией и очковтирательством. И вот в Курской области выясняется, что все обстоит по-прежнему. Сначала Минобороны рапортует, что была попытка диверсионной группы прорваться, но она отбита. Потом признает, что был прорыв на территорию России, но он уже отражен, а диверсионная группа врага разгромлена. Потом появляются кадры, как над городом Суджа, расположенном в 10 километрах от границы, пролетают штурмовики, а на дороге горит грузовой автомобиль. По дороге в Курском приграничье бредут пленные российские солдаты. А сами пленные рассказывают, что никаких диверсионных групп не разбивали, а наоборот оказались брошенными на границе. Идут обстрелы приграничных городов. Местные власти фактически бросили местных жителей, которые как могут пытаются покинуть зону боевых действий самостоятельно. Вот посмотрите на этом видео. Вот так выезжали жители Суджи. Ни полиции, ни военных, ни МЧС в кадре вообще не видно. Они делают все это на свой страх и риск среди сгоревших машин. Что делает Минобороны? Без всяких пояснений. Просто удаляет часть своего поста про разгром диверсионной группы. Путин развязал кровавую войну. Что еще хуже? Войну бессмысленную. Нет никаких внятных объяснений, зачем России и россиянам нужна эта агрессивная авантюра. Поэтому война, потери, поражения, отсутствие смысла. Все прячется за враньем. Врет Путин, врут его министры, врут генералы, врут пропагандисты. Войну называют СВО, захват территории добровольным вхождением в состав России, зэков и ЧВКшников добровольцами. А серьезную войсковую операцию с прорывом на российскую территорию называют масштабной провокацией киевского режима. Только ты как не изгаляйся, какие только слова не выдумывай. Война остается войной, то есть тем местом, где гибнут люди с обеих сторон. Гибнут в Киеве, в Харькове, в Днепре, в Мариуполе, гибнут в Белгороде и Курске. Гибнут просто так, без всякого смысла и цели. Просто ради того, чтобы уже 25 лет сидящий на троне диктатор еще какое-то время сохранил свою власть. Счастливо вам. Эта война преступна. Ее надо остановить.